Друзья, переведем наши часы с 11 на 12 на без пяти. И у нас в студии, как мы и обещали, Валентин Куба, живой голос, настоящая Одесса, невероятное обаяние, теплота. Искренность и природный артистизм, это я про себя, и также присущий этому прекрасному музыканту. В его исполнении звучат легендарные песни Утесова и Бернеса, как собственные. А собственные, как давно знакомые слушателям Шлягера 50-х. Валентин. Саша, здравствуй, здравствуйте. Здравствуйте, наконец-то мы. Да, я хочу представить своих друзей. Давайте. Фронтменом Валерий Чернис, Баян, Виктор Фальковский, гитара. Добрый день. Так, друзья, расскажите, с чего все начиналось? Все начиналось, как всегда, с идеи. Да, с ресторана легендарного «Джентльмен», который находился раньше на Лонжероновской 13, где сейчас Моцарт. Очень сильно раньше. Еще раньше. Ну, смотря когда. Еще до Филимонова. До Джентльмена. У нас, конечно, жизнь разделилась. До Филимонова. И после, да. Ну, мы тогда шли, да, разными дорогами. А какой это год был? Больше 20 лет назад, да? Да, в прошлом веке еще. 23. Конец, в 19-х. А как вы все познакомились? Ну, вот с Валерой начиналось. Ну, как познакомились, да. Там в ресторане и познакомились. Очень хотелось кушать. Но умели только играть на инструментах и петь песни. Вот так и познакомились, нас пригласили. Один раз поиграть, второй раз. Потом это все вылилось в такие еженедельные посиделки, по четвергам. В 7.40, после дождички в четверг. Ну, как? Собирались люди, которые любят одесскую песню. Вот так вот зародилось. Я лично шел по-ланжероновски, слышу такие... Музыка. Да, да, да. И денег нет, и вечер догорает, и никуда без денег не пойдешь. А в ресторане музыка играет, а у меня от музыки балдеж. Думаю... У меня так резюме начинается. Дай зайду. Ну, и все, и зашел, и так и остался. Так, и... А самый первый концерт официальный, помните, где был? Да. В Дворце студентов. Даже помню, мама посчитала, 38 человек. Ну, когда он был еще Дворцом студентов. Ну, это уже репетировали карантинные нормы. Рассадочку. 38 человек. Так. Потом. А потом пошло, поехало и понеслось. Вот. В полном смысле этого слова. Выступление в наших замечательных клубах. Рио, Мехико, что там было еще? Болеро, Черное море, гостиница «Интурист». Ну, все, сегодня нет. Сегодня нет. Были в каждом этом заведении программы. И в одно отделение, и в два отделения. Вот. Ну, в основном, в основном, все было именно, вот, как Валера говорит, это ресторан, бар-ресторан на Лонжероновской, 13. Джентльмены. Ну, там, собственно, эта идея и сформировалась нашего репертуара. То есть, это одесские песни, старые одесские песни, песни о городе, которые сегодня пишутся. Это возрождение такого ресторанного исполнительства одесского, которого уже, наверное, лет 30 не существует. Потом к нам подтянулись музыканты-инструменталисты, и вот возник коллектив. Кто бы ни приехал из Америки, из Англии, из Германии, наши бывшие, ну, бывших не бывает, они знали, что... Я так всем с вами девочкам говорю. Точка раскручена, что в четверг, в 7.40 будет начинаться при любой погоде программа одесская, то есть, была постоянная заполненность стопроцентная, даже больше того. Вот, ломили столы. Как выбираете репертуар? Репертуар? Ну, благодаря своему вкусу и благодаря своим знаниям, но львиную долю в этом, конечно, у нас есть историк-музыковед, это Валера, естественно, он очень много песен знает. Какой-то бенефис. Валерий, мы только от вас отталкиваемся сегодня. Ну вот, это идея. Я как русский, пришедший в этот коллектив, я впитал за эти годы очень много хорошего. И от Леши Семенищева. Это идея сохранения вот того огромного пласта одесской ресторанной манеры, одесской песни, которые поют весь мир, но наша идея сохранить это в том звучании. Не расплескать. Да. Никакой пошлости. Как это делали дедушки и бабушки наши. Вплоть до того, что мы выискиваем авторские тексты, находим авторов, песен, считающихся народными. Ну а дальше уже техническая работа и так далее. Куда бы ни приехали, где бы, собственно, не выступали. Эти песни знают все. Знаете, вот такая вот странная улыбочка появляется у людей, губы шевелятся. Песни эти помнят, но очень давно их не слышат. Сколыбелишь это. Да, на это мы спекулируем. Такая вот ностальгия. На подкорочном. Витя, а ты что молчишь? Скажи что-нибудь. Витя, скажи что-то. Мне для меня нет слов. Ближе к микрофону. Во-первых, мы должны проверить, работает ли микрофон. Во-вторых, разговариваете вы или нет. Мы с Валентином познакомились где-то в 2007 году. На палубе, не на корабле. Южная Пальмира. Корабль это военность. На судне. Да, шли в Турцию. При определенных обстоятельствах, да, Витя? Да, познакомились. Ну как музыканты, короче. Гитары были с собой. И все, на палубе до утра как сели. И все, и с тех пор. И поняли, это судьба. Позвоню, когда записываю. Палуба нас связала. И дворик первый записывали туда. Да. Меня уже предложил как гитариста. Мы уже работали и составом, и вдвоем, и втроем. Да, по всей стране, да. И вот втроем мы чаще всего ездим. Потому что мобильная группа, две гитары, баян. Увы, зависит от заказчика. Сегодня вообще очень просто. Никуда не ездим. Никуда не ездим. И уже ничего не зависит от заказчика. Сколько всего человек в коллективе сейчас? Полный состав. Одиннадцать. Одиннадцать человек. Да. У группы уже есть альбомы? Ну да, конечно. Основные это три альбома. Так. Записанные с нашим общественным деятелем, известным Вячеславом Курком, с бизнесменом. Этого знаем. Да. Южная столица, фонд. Вот. Слава не только одессит, а вообще одессит. И семьянин. И любит, вообще полюбляет песни. Поэтому и ввязался в эту драку. И мы три года работали над этим проектом. Каждый год выдавали по альбому. Девятнадцать, двадцать песен. В общем, общая сложность там пятьдесят с лишним. Около шестидесяти песен. Зимой на квартиры садимся, пишем альбом. С весны начинаем. Он печатает диски, буклеты. Вручную? Ну, конечно. По ночам, да. Опыт есть. Кто-то его давно не видел. И пошли концерты. От пятнадцати до девятнадцати за лето. Общественно. Как бы то, что мы записали. И вот это было три года подряд. Конечно, работа была... Так сколько всего альбомов получается уже? Три. Три альбома? Ну, да. В составе этого коллектива три альбома. В составе этого, да. Авторский один? Авторский... Ну, да, можно сказать, один. Да. Официально один. То есть где-то есть перепрятан еще? Пиратских больше, чем... Какие у вас любимые песни? Мои лично или... Лично ваши и которые еще исполняете, не ваши? Ну, любимая моя, это последняя, которую я написал. Да, крайняя. Которая не успела надоесть. Да нет любимых. Они как, понимаете, Саша, как дети. Ну, любой же музыкант, как какую-то песню исполняет, кайфует от них. Нет, от всего кайфует. От всех песен, да. Так, давайте что-то сыграем. Ну, давайте. Что? Ну, что-то веселенькое. Ну, естественно. Что мы умеем играть. У нас есть веселенькое что-то, да? Да, конечно. Ну, давайте. У Фрэнкеля открылась Бакалея. Там был коньяк и пиво, и портвейн. И каждый день ругает там евреи. Антисемит, а барашка Рубинштейн. Там тетя Сара в вышитой рубашке. Конечно же, в кирзовых сапогах. Конечно, подпоясанная шашкой. Конечно же, с нагайкою в руках. А кроме этих трех антисемитов, там был еще и Хайм, гармонист. Любовница, петлюра, тетя Рита. И мой шо украинский шоинист. Шо все жиды остервенели крайне. Шо враг России все-таки еврей. Держал речугу при всей честной кампании. Антисемит, а барашка Рубинштейн. И вот подвыпивший и закусил маленько. Они знакомой улицей пошли. И лавочку еврея Гончаренко На мелкие кусочки разнесли. Жит Иванов не избежал погрома. Хоть клялся гад, что коренной москвич И от большого каменного дома Ему остался лишь один кирпич. И вот идут они по улице знакомой И мирно так беседуют о том, Как хороши еврейские погромы. И в частности сегодняшний погром. Как хороши еврейские погромы. И в частности сегодняшний погром. Так, друзья, у вас недавно был концерт 30 сентября. Да, да, сольный был очередной. В летнем театре? В летнем театре, горсада. Как все прошло? Как всегда на ура. Это потому, что пришли наши друзья. Мы добивались, мы желали, Мы хотели этого чисто одесской атмосферы. Как я вначале сказал, Это наша с вами свадьба, дорогие друзья. И пришла наша вся настоящая одесская мишпуха. Вы еще выступали на летнем театре Моровокзалу На фестивале одесской песни. Да, мы работали три дня подряд. Разными составами. Один день с Гариком, с Кричевским Мы разделили вечер напополам. Сольник дали. Потом мы выступили опять на Моровокзале Еще на день порта нашего родного. Ну, вы знаете, нам август и сентябрь Выдались благоприятными. Несмотря на... Ну, это выручало то, что, конечно, Все выступления были уличные. Гарик напополам, зная Гарика, Он обычно не половинил. Так, как вы считаете, Вернее, когда вы поняли, Что вашу музыку слушают и знают? С рождения. Сразу? Ну, конечно. Вы под музыку. Валера, когда мы поняли? Ну, если вспомнить конкретно день... Да, вот именно люди приходят на вас. Да, да, да. Значит, когда появилось название Мамины дети нашего коллектива, Это было, по-моему, в 2006 году. Такое, значит, назывался фестиваль Лабух Шоу. Такая акция, где несколько ресторанных Коллективов участвовали. Происходило это все на Куликовом поле. Большая, значит, сцена. На месте дедушки Ленина стояла сцена большая. Полностью Куликовое поле засеяно людьми. И вот там вот впервые, Глядя на бывший, когда был исполком, Прозвучала мурка на все это поле. И все это поле пело мурку. Конечно, это как бы не сверхзадача наша была, Потому что мы пели и другие песни. У нас мурка звучит еще на день прокуратуры. Они сами просят. Ну, а там сам Бог велел. Это, конечно, это была акция. Это была такая энергия, когда... Ну, действительно, я не знаю, Как посчитать, сколько было людей. Полностью все Куликовое поле было забито. И с этого, можно сказать, Пошло наше триумфальное шествие. Саша, мы не поем, мы дышим. Дышим вместе с Одессой, вместе с людьми. Зашмаркался человек. Мы дышим. Слезу пришли. Идет энергия от слушателя, Тогда, в общем-то, и артисты есть. Да, обратка, это, конечно, большое дело. Нервничаете перед выходом на сцену? Да. Как справляться со стрессом? Мы же нормальные. Опыт. Как? Опыт. А наоборот, адреналин помогает. Здесь главное, побыстрее выйти на сцену, И все проходит. Да. Популярность вас изменила? Какая популярность, я вас умоляю. В Одессе все знают, как минимум. Нет, конечно, не изменила. Я не люблю этот фактор, Потому что я человек свободный, Люблю по базару ходить, Делать базар, как у нас говорят, да? Магазин. Жить полноценной жизнью. Вот там вот на сцене мы отдаем всех себя, Получаем от этого удовольствие, Дивиденды иногда. И слава Богу. Душевные, естественно. Альбом авторских песен, Как записывался? Как пишете музыку? Вообще, как музыку пишу? Ну да, музыку слова. Ну, ночью. Ночью. Стемнело и пошло? Да, когда один остался, как правило. Ну, иногда, когда днем приходят, Записал, зафиксировал. А потом уже нарабатываешь. В последнее время пишу реже. Готовлюсь. К чему? Писать чаще? Да, к чему-то новому. Как можете охарактеризовать себя в двух словах? Валентин Куба. Люблю жизнь. Аж само напрашиваю вас. Люблю жизнь. И песню. Опишите ваше самое большое достижение и самый впечатляющий провал. Мы по Познеру пошли. Да. Если что. Ну, не ногами, а... Это его? Нет. Достижение, то, что я... Это Гордон. Не изменил самому себе и жанру за столько лет. Провал? Бывало такое? Вышли концерты, людей нет? Нет, не бывало. Не было такого. Ну, это и не считается провалом. Мало ли, причины разные могут быть. Провалов много таких мелких. Большого пока еще не случилось. Три достижения? Семья. Творчество. И друзья. У вас есть несколько клипов у группы? Профессиональных нету. Мы избегаем. Мы еще и доплачиваем, чтобы нас лишний раз не светили. Ну, чтобы послевкусие, чтобы были у всех на языке, и чтобы каждому захотелось нас увидеть вживую. А что должно произойти, чтобы вам перестало быть интересно выступать, петь? Не буду говорить. Пока сердце бьется, буду петь. Сами какую музыку любите? Слушайте, когда отдыхаете. Ей-богу, разную. Я всеядный, но только хорошую, конечно. Например? Какую музыку? Классику люблю. Люблю. Едем, предположим, в машине, в Киев, куда-то там, в Харьков. Люблю. Огромное количество дисков, и Брегович, и какой-то Рок, и Сверидов, русская тройка, и Тиминацию, старые вещи. И Жабим, и Синатра. Да нет смысла перечислять. По приколу Виктора Королева. Саша, если бы вы попросили взять сейчас машины, я бы вам просто дал бы эту книжку. С дисков. Не листаем. Вы бы все поняли, да. Там все. И он у нас ручал. А, единственное, прошу меня прости, да, рэпа нету там. Джаз, естественно, есть. Только традиционный джаз. Махровый. Хороший, дорогой. Не экспериментальный. Теплый. Теплый, да. Сейчас как будто свитер продаем. Хороший, дорогой, теплый. Махровый. Заходите на OLX. Так, три исполнителя группы, любимые. Именно группы? Да, или исполнителя, можно, сольного. Первый. Валерий второй. Он же второй и третий. Бреговича люблю. Так. Вот. Стинг. Естественно. Ну, это такой вопрос. Сейчас выйду и буду жалеть, почему же я не назвал этих. А придете, мы перепишем. Ну и битлы, конечно. Классика. Как относитесь к критике? Положительно. Прислушиваете? Хотя и болезненно. Ну, не показывая этого. Самое неприятное. Потому что внутри вопрос, за что? А самое неприятное, что приходилось слышать, за что было обидно? Ну, вот. Да пока еще плохого. Я даже это, боюсь показаться. Ну, типа, вы поете лучше, чем Гурченко, вот так. Или Королев, да? Да. Лучше, чем Гурченко, уже после смерти. Да, нет. Не могу ответить. Где вы гастролировали, помимо Украины? Везде, кроме Африки. Потому что жарко. Нью-Йорк, Лондон, Южной Америки не были, в Африке не были, в Австралии не были. Где за границей лучше всего принимают? Не, лучше... Понимаете, жанр русскоязычной песни, поэтому мы... Саша, ведь мы к нашим ездили. Ну, понятно. Но все равно наши везде по-разному принимают. Везде одинаково хорошо. Везде одинаково. Что в Штатах, что в Швейцарии, что в Германии. Не только потому, что мы такие хорошие, сам жанр такой. Ну, там же ждут нас. Да, лететь через Атлантику, да, для того, чтобы плохо выступить или им вызывать. Они же знают, кого они зовут. А самое необычное место, где приходилось выступать? Камчатка. Что было? Да, шикарно. Долина Гейзеров. Было все. Тихий океан, Паратунка, Долина Гейзеров, да. Теплые источники, вулканы, неописуемая природа. Вертолет, мы пролетаем на вертолете над вулканами. То есть рядышком зимяющихся медведей. А Мурманск, а Ямал. Да у нас, нет, у нас вообще весь союз бывший, как говорится, в кармане. От края географии, Дальний Восток. Мы не были только на Алтае. И все. И все. И в Африке. И в Африке, да. Не, ну я имею в виду, что СНГ, ну за наши страны, то, что ближе всего. Вот. Назовите одну страну или один город, в котором должен побывать каждый, по вашему мнению. Одесса, конечно. Одесса, понятно. Помимо? Помимо Одессы? Питер мне нравится. Нет других городов вообще. Мне нравится Питер. Он сродни, действительно, как говорят, Южная Пальмера, Северная Пальмера. Есть у них много общего. Кроме климата только. У вас Одесса? А, ну еще и, естественно, Флоренция не может никак выйти. Три раза мы были там, и это, конечно, великолепный город. Флоренция – это что-то. Так, давайте что-то споем еще? Давайте. Что есть? Грустная, Сеня, о любви. Я готов плакать. Да. Будем качать, как на концерте. Про любовь. Да, эту песню, эту музыку я написал на слова Танича, Михаила Саича. Это мне слова предоставила его супруга Лидия Николаевна Козлова. Поехали. Давай. Отошла, отошла любовь в сторонку. Поехали. 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 Но не моя, но не моя, но не моя Но не моя, но не моя Но не моя, но не моя, но не моя Совет, совет Родители, дедушка с бабушкой, будь человеком Валерий? Не волнуйся, все будет хорошо Скорее всего, это самый лучший совет Будь самим собой Такое ощущение, что вы все к одному человеку ходили С советами по очереди Ну и да, иногда ходим У нас один доктор Что для вас успех? Ну, успех Результат работы Душевных переживаний Решение проблем Положительное решение Ну Мы больше заточены не на успех, а на результат Ну реально, мы об успехе не думаем Слава Богу, оно приходит само собой как-то Ну и не всегда, конечно Ну Результат Конечно, результат репетиции Выступить Замечательно, хорошо Думаем, переживаем за то, чтобы Атмосфера была шикарная Бывает Какая-то мелочка, эта запятая портит все Вроде бы и хорошо Разное бывает У меня так в диктанте было по русскому языку Одна запятая, уже тройка на двойку поменялась Что в этом году группе 20 лет? Больше, да, Валер? Больше Ну это посчитать невозможно Я пытался посчитать, но, наверное, больше 23, вот, 24, вот, вот, да Что в ближайших планах? Какой-то альбом новый? Да, да, конечно, хотим Хотим записать новый альбом Подтянуть еще то, что осталось Из старых одесских песен Есть еще, можно на Слово такое Не слишком, ну Нашкрябать По сусекам? Да Выдернуть из прошлого Ну а у меня У меня набралось столько много материала Который, как, знаете У любого творческого человека У художника, у писателя, у поэта Недоделанный, недописанный Недоработанный Надо что-то подрихтовать Потому что написал, допустим, 3-5 лет назад Слушаю, ну А могу уже подрихтовать Ну, короче, надо садиться и править И Вот Так что зимой будешь что делать А где мы вас сможем услышать, увидеть В ближайшее время? Планируется какое-то выступление? Да У нас планируется выступление Сольное Шикарное На территории Аркадии Плаза 16-го числа В октябре? Да Это ресторан Опера Ребята Возрождают Старую атмосферу А старая атмосфера Кто помнит Ну, раньше это был И Я знаю, вас там часто можно увидеть с выступлениями Да, и ресторан назывался Аркадий Плаза Но сейчас это опера И С 7-40 будет сбор гостей Это будет чисто одесская межпуха, как раньше Мы хотим коснуться того А раньше, поверьте Когда Камню негде было упасть Выступал Гарик Харламов, Батурдинов Потом Тату Катоню А потом привезли Тайсона Потом Вовы тоже были на этом концерте Ну, конечно А в конце потом мы работаем Там поем Ну, одесская атмосфера Ну, вот, короче 16-го числа Будет примерно Тот же Шалах Мунас Так, а где можно найти альбомы группы, треки? На книжке Помню, я же у меня сказала Замечательная фраза была Где можно найти старое детство? На кладбище Потому что Все диски, которые мы записывали На второй день выходили даже некоторые в лучшей редакции Да? Полиграфии Все были предназначены не для продажи специально Там это писалось Наши Да Это обязательно громко говорилось со сцены Поэтому на следующий день Вся книжка была забита копиями этих дисков Естественно, интернет Поэтому Вот в этом году 10 лет нашему первому проекту Одесских песен Одесский дворик Кошмар До сих пор До сих пор Все это Качается каждый день В интернете По всему миру Так что Дети слушают Друзья говорят Дети Уже повырастали Выросли на наших дисках получается Так приятно Детям оставить Ну-ка Звонит кореш Там, к примеру Да, Толик Говорит Валюха, Валюха, послушай И дает трубку Мало мы там 5 или 6 лет С одесского кичма Серьезно А хотели бы с кем-то записаться в местку? Всегда не горел желанием Нет Не любите И не люблю, да, приглашать на свой концерт Мы сами самодостаточные Тянем свою лямку В редком исключении Вот недавно вот славян позвали Шикарно Только потому, что мы дружим И они И так оно и получилось Что они разбавят нас в середине вечера Они здорово работают Ребята молодцы На болгарском На молдавском На русском На украинском Даже цыганскую одну спели Ну, 20-минутным блоком так вошли А вот так вот исполнителей Нет, люблю Уважаю Но Не хочется Ну Разве что Дома за столом Судор Не, я бы Тихо, не испугните Я бы С шер бы спел С удовольствием О, вот уже Шер Таким Баритональным басом В студию, пожалуйста Типа Барри Вайта О чем мечтаете? О счастье Мечтаю о Портофранко Чем же вам помочь? Да не мешайте нам Отпустите нас Вот о чем я мечтаю Чтобы все Одесса И Одесситы жили шикарно Все были здоровы И счастливы Прекрасный тост Друзья Мы Приглашаем вас всех 16 октября В 19.40 Сбор гостей Сбор гостей В 7.40 Но не придите утром Потому что придется долго ждать Часов 12 Валентин Куба Опера Аркадия Плаза Дорс Вот все на том месте Где я стоял Там и стоит Приходим Да, Одесская кухня Ну все как всегда Все как мы любим Ребята Мы ждем от вас Альбом новенький Желаем вам Чтобы концерты Тур Украина, Европа Везде здесь наши И не только наши Да, да Пусть они сначала Вакцину найдут Потом будем говорить О туре в Европу К сожалению Медведчук с Путиным Встречались Они заикнулись Премьер-министр Мишустин сказал Что ввели переговоры О поставке вакцины К нам Так что мы будем все Живы и здоровы Наверное Друзья Немножко о политике Да какая политика Лишь бы здоров Живы Так И что еще И всегда рады вас Ведеть в студию Приходите И ждем вас Да И под финалочку Мы естественно споем И что вы приготовили на финал Ничего не готовили Мы вообще ничего не готовили Что вы симпровизируете на финал Кайф нашего жанра Что мы никогда не знаем Что будет Полный импровиз Все что было Поехали Работаем Друзья Сегодня в нашем ресторане Для вас поет Валентин Куба Сейчас Я же по Жунецку У него сели батарейки Нам у вас понравилось Мы еще к вам придем Приходите Поехали Сейчас поедем Сели батарейки Ты напомнила Вчера мне о далеком О забытом пережитом полосня Милый друг Ни разговором Ни намеком Не ищи былого облика Во меня Все что было И все что ныло Все давным-давно Уплыло Утомились лаской губы И натешилась душа Все что пела Все что млело Все давным-давно Истлело Только ты Моя гитара Прежним звоном Хороша Может быть вчера Но вот еще недавно Заклепнулось сердце Брадостью в груди А теперь А теперь Как это грустно И забавно Мне сказать тебе Лишь хочется Уйти Все что было Все что ныло Все давным-давно Уплыло Утомились лаской губы И натешилась душа Все что пела Все что млело Все давным-давно Истлело Только ты Моя гитара Прежним звоном Хороша Это война Звездный час Три лошадиных силы Все равно Года проходят чередою И становится короче Жизни путь Не пора ли нам С измученной душою На минуточку Забыться И уснуть Все что пыло Все что ныло Все давным-давно Уплыло Утомились лаской губы И натешилась душа Все что пела Все что млело Все давным-давно Истлело Только ты Моя гитара Прежним звук Хороша И Шура, будь здоров! Шура, будь здоров! Все! Друзья, браво! Великолепный Валентин Куба Его группа 19.47.40 Аркадия 16 октября Плаза Всех ждем Приходите И вас ждем на студию Спасибо вам огромное Спасибо Спасибо, ребят Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры сделал DimaTorzok